Добрый день, это йога для начинающих. Если вы никогда не занимались и хотите начать, хотите шаг за шагом выстроить свою практику, если у вас даже есть какие-то противопоказания, потому что на самом деле к йоге нет противопоказаний, вот если они у вас есть, вы считаете, у вас болит спина, грыжа, то это тоже практика для вас, это для всех практика, поэтому давайте на коврик со мной и мы начнем. В этом уроке всего лишь 5 поз, это займет у вас всего лишь 30 минут, это недолго для того, чтобы изучить азы йоги, посвятите себе это время. Мы начнем с простой позы йоги, ситхасана. Сегодняшний урок подарит вам ощущение легкости в теле, ощущение, что вы молодец, что вы делаете все правильно, а не ощущение, что вы не гибкий, искованный, вообще йога не для вас и ну ее. Я хочу, чтобы вы почувствовали все бонусы йоги. Садитесь прямо в позу ситхасана, левая пяточка к себе, правая нога свободна. Многим эта поза не дается, тогда мы берем подушечку, подкладываем под ягодицы и сидим так. Если же и это вам тяжело, вы садитесь в любую позу, просто ноги перед собой, но на подушечку, чтобы спина выровнялась или на колени. Начинаем мы с дыхания всегда, это буквально 2 минуты, не пугайтесь, пожалуйста, что мы будем дышать целых 10 минут. Нет, правая рука на живот, левая на грудь. Мне очень важно научить вас правильному паттерну дыхания. Если вы дышите в жизни неправильно и на практике в йоге дышите неправильно, то у вас будет множество проблем. Из позвоночника многие грыжи от неправильного дыхания во время тренировок. У вас не будет проблем с самоощущением, вы будете всегда правильный фокус держать на своих ощущениях во время практики. Много бонусов, но давайте начнем. Прикройте глаза и просто почувствуйте свое тело. И с обдохом мы наполняем себя снизу вверх. Сначала под правой рукой, низ живота надувается, затем верх живота, затем грудной отдел приподнимается, ключицы. Дыхание доводим до верха, до ключиц. Небольшая естественная задержка. И медленный выдох. Освобождаем себя снизу вверх. Сначала низ живота, затем верх живота, нижние ребра, грудной отдел. Полностью освободили воздух. Еще один цикл дыхания такой. Вдох медленный носом. На 4. Раз, два, три, четыре. Снизу вверх. А выдох на 4. Тоже снизу вверх. Себя освобождаем. Раз, два, три, четыре. Еще вдох на 4. Раз, два, три, четыре. А выдох на 6. Раз, снизу вверх. Два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Откройте глаза, почувствуйте умиротворение, почувствуйте такое спокойствие. И вот в этом состоянии, с фокусом на свои ощущения, давайте начнем практику. Мы встанем на четвереньки. Ладони под плечами, колени под бедрами. Внимательно меня слушайте. Будем выполнять простую самую связку в динамике. От копчика до макушки мы будем прогибаться. Позвонок за позвонком. Сначала копчик, затем крестец, затем нижняя часть спины, средняя, вверх спины. В последнюю очередь голова. Мы прогнулись. Если здесь чувствуем неприятные ощущения в области поясницы, чуть подожмите живот и прогибайтесь больше в грудном отделе. Сводите лопатки, толкайте руками коврик. А с выдохом также от копчика до макушки. Не одним движением, а позвонок за позвонком. По сегментам. Сначала копчик, затем крестец, затем нижняя часть спины, средняя, вверх спины. И в последнюю очередь голова. И толкаем больше руками коврик. Скругляем больше спину. Наши лопатки идут друг от друга. Живот в себя. И еще выполним то же самое медленно. И здесь нет никакого смысла выполнять это вот так. Это не имеет абсолютно никакого смысла. Здесь наша задача делать по сегментам и медленно. Сначала копчик, затем верхняя, нижняя часть спины, верхняя часть спины. И в конце голова. И здесь опять толкаем коврик от себя. Сводим лопатки, не зажимаем шею. Вот так не делайте. Шея длинная. Мы сейчас с вами проходим азы движения. Азы осознанного, биомеханически правильного движения, которое исцеляет и не вредит. И опять от копчика. Медленно-медленно. Копчик, крестец. Нижняя часть спины, средняя часть спины. Грудной отдел, голова. Руками отталкиваемся больше от коврика. И лопатки разводим. Чувствуем вот это скругление. Чувствуем, как позвонок от позвонка отлипает. Расстояние между позвонками увеличивается. И давайте теперь сами вдох снизу вверх. Прогиб. Мы чувствуем, как мы раскрываемся. Еще чуть быстрее ускоримся. Выполним выдох от копчика до макушки. Наша задача восстановить все нейромышечные связи. Ведь исцеление йогой происходит за счет того, что мы осознанно направляем внимание в область, которая у нас включена в движение. Это первое. Второе. Мы правильно дышим. Сейчас вернемся к этому. Продолжайте, пожалуйста. Я буду рассказывать. Вы продолжаете медленно и с удовольствием. И третье. Мы выполняем биомеханически правильно движение. Мы увеличиваем расстояние между позвонками. Делаем нашу спину более гибкой, эластичной. Хорошо. И сейчас возвращаемся к нашему правильному дыханию. Со вдохом мы прогибаемся снизу. Снизу вверх. И дыхание наше идет тоже вниз сначала. Вдох. Наполняем нижнюю часть спины, живот. Среднюю часть спины, живот. Ребра. Горной отдел. Мы как бы раздулись все такие. Не только у нас в плечи ушел вдох, а и вниз, в живот, а везде. А теперь выдох. Мы сдуваемся тоже снизу вверх. Снизу вверх. Мы выдыхаем через нос. Это я вам показываю, что снизу вверх усиленно. А мы выдыхаем через нос. И еще раз. Вдох. Медленно. И выдох. С удовольствием. Хорошо. Вот это простая связка. Простейшая. Доступная просто каждому человеку. У нее нет, естественно, никаких противопоказаний. Она должна выполняться каждым из вас. Каждый день. Но должна выполняться правильно. Не делайте, пожалуйста, больше вот этого всего. Это действительно может навредить. Сейчас мы будем выполнять переход в собаку мордой вниз. У нас ладони остаются также под плечами. А колени под бедрами. Затем мы подворачиваем носочки, стоп. Подверните вот так. И не меняя положение ладони и стоп, вообще не меняя. Вот они прилипли. Мы поднимаем таз. Толкая руками сильно-сильно коврик от себя. Спину вытягиваем вверх за копчиком. А колени у нас чуть подсогнуты. Чуть подсогнуты. Пятки стремятся к полу. И наша задача здесь именно вытянуть спину, вытянуть позвоночник. Нет задачи выпрямить колени и скруглить спину. Есть задача вытянуться. Это осевое вытяжение. И обратите внимание, мы не смотрим вперед. Мы смотрим на наши колени, чтобы шея тоже получала это вытяжение. Чтобы она тоже бонусы йоги получала. Иначе она обидится и будет болеть. Если вы всему телу дадите бонусы, все тело будет вытягиваться, а шею вы будете вот так гнуть. Поэтому дышите здесь. Вдох. Также снизу вверх. Медленный. Выдох. Снизу вверх. Медленный. И повторим это в динамике. Вдох. Колени опускаются, но не полностью. Придержите их. Выдох. Собака мордой вниз. Вдох. Сейчас мы укрепляем и кор, потому что мы, видите, удерживаем колени. Выдох. И руки. Собака мордой вниз. Вдох. Вообще йога – это не про гибкость. Это не только про растяжку. Это про осознание каждого движения. И это обязательно про укрепление тела. Без укрепления, без силовых поз. Йога – это не йога. Это растяжка. Йога не имеет ничего общего с растяжкой. Вдох. Выдох. Хорошо. И последний раз. Давайте со мной. Вдох. Выдох. Хорошо. А сейчас в этом положении, также не меняя стопы и руки, вот поперешагивайте. То одна пяточка идет вниз, а другая поднимается. И когда вот левая пяточка у меня ушла вниз, я чувствую, конечно, больше вытяжения задней поверхности левой ноги. А потом я меняю, чувствую заднюю поверхность правой ноги больше. И продолжаю толкать руками коврик. Еще шагаем. Еще шагаем. Мы будем продолжать шагать, но я покажу вам сейчас позу. Прервитесь, встаньте на четвереньки. Вдох, выдох. Таз назад, руки вперед. Это поза ребенка. Вот вы ее запомните. И всегда, когда вы чувствуете, что за мной не поспеваете, или у вас какая-то часть тела уже устала и скована, и вы уже не хотите это делать, у вас уже сопротивление. И вот отдохните. Вдох, выдох. В позе ребенка. Вытянитесь вперед за руками. Расслабьте спину, шею. Отдохните. И потом просто продолжите со мной. Это рекомендация для вас, которая будет работать абсолютно в любой практике. Поза ребенка – это та поза, в которую вы можете уйти в любой момент. Давайте еще раз вдох на четвереньках. Ладони под плечами, колени под бедрами. Выдох. Собака морда вниз. И здесь опять попереминайтесь. Просто я хочу, чтобы вы прочувствовали сегодня вот это динамическое такое движение. Это не в статике мы стоим, это динамика. Мы здесь и вытягиваем позвоночник. Мы здесь и укрепляем руки, потому что мы держим себя на руках в том числе. И здесь идет вытяжение задней поверхности бедра, что очень важно для здоровой спины, для здоровой поясницы. У нас чуть-чуть тянется грушевидная мышца, которая, если зажата, спазмирована, вызывает боли в пояснице. Вызывает проблему с седалищным нервом. В общем, тут целая цепочка, которая у нас запускается. Хорошо. Вот вначале, давайте сядем на колени, вдох. Можете уйти в позу ребенка или, как я, просто отдохнуть, сидя на коленях. Вначале может быть некомфортно долго стоять в позе собака мордой вниз. Эта поза не рекомендована для тех, у кого повышенное давление. Вы почувствовали сразу, что вам вообще некомфортно. То есть ориентируйтесь на свои ощущения. Если вы это почувствовали, то долго в ней стоять нельзя. Можно единственное, что вдох, выдох, быстренько раз. Но приучать свое тело, даже если у вас есть эти проблемы, к перевернутым позам очень важно. Потому что наша кровь должна циркулировать. Если вы боитесь опустить голову вниз, то вы и в жизни будете бояться наклониться за сумкой, сделать какие-то бытовые простые действия, которые обычный человек должен выполнять. И в один момент, конечно, может что-то случиться серьезное. И сердцем, и с давлением, когда вы вдруг наклонитесь. Поэтому на коврике нам надо приучать наше тело двигаться во всех плоскостях, во всех абсолютно положениях. Далее мы переходим к укреплению. Садимся на ягодицы. Можете встряхнуть руки. Возможно, у вас уже устали запястья. Я знаю, что если вы начинающие, то это нормально, что в собаке мордой вниз могут уставать запястья. Поставьте руки около таза, позади таза. Ноги присохнуты на пяточках. Вдох. С выдохом мы поднимаем таз вверх. Причем поднимаем его так, чтобы живот был плоским. Постарайтесь это сделать лобковой косточкой вверх. То есть неправильно делать как? Вот так прогнуться и животом туда стремиться. Многие так делают. Хоп! Хоп! Молодцы! Попы как будто качают. На самом деле тут ни попа не качается. Никакого вообще плюса нет. Тут один минус сплошной. Поясница сжимается. Спазм поясницы. А потом люди говорят, что йога им не подходит. Ну да, в принципе, позанимались. Еще хуже стало, конечно. Потому что тут важна техника. Вся суть в этом. Мы упираемся руками. Плечи всегда от ушей. Вот так никогда, нигде. Ни в какой позиции не зажимается шея. От ушей. Вдох-выдох. Вверх. Лобковой костью вверх. Живот стремится к позвоночнику. Ягодицы напряжены. Вдох. Опускаем вниз. Выдох. Поднимаем вверх. Проделайте хотя бы три раза. Будете молодцы. Вдох. Опускаем вниз. Выдох. Вверх. Кто-то уже устал. Кто-то уже опустит таз вниз. Встряхнет руками. Сделает вот такую компенсацию, уперевшись в тыльную сторону ладони. А кто-то продолжит со мной еще три. Выдох. Вверх. А возможно, кто-то даже удержит таз между рук. Вот, пожалуйста, потом мне напишите. Тогда вы вообще не начинающий. Вам нужно уже идти дальше. Выдох. И пробовать другие мои ролики. Вдох. Выдох. Вдох. Последний раз давайте. Выдох. Руками толкаем коврик. Вдох. Молодцы. Опять стряхните руками. То, что запястья устают у начинающих, это абсолютно нормально. И сделайте вот такую компенсацию. Сейчас мы выполним одно из самых важных для изучения и для вашей регулярной практики позу пасчиматанасана. Поза складка. Мы садимся на ягодицы. На седалищные косточки достаем мышцы из-под себя. Тянемся вверх за руками на вдохе. И сейчас кладем живот на бедра с выдохом. Стопы на себя и колени вместе, носочки вместе. И вытягиваемся вверх. Вытягиваемся за позвоночником. Живот лежит на бедрах. Дышим здесь. Вдох. Смотрите, какая здесь ошибка. Выжимать шею. Поднимать плечи. Спина должна быть вытянута. От копчика до макушки. Если ваше положение сейчас такое, это абсолютно нормально. Это очень хорошо, что вы вообще положили свой живот на бедра. Потому что некоторых не получается. Если у вас постоянно разъезжаются колени, вы их собираете. И стопы тоже. И дышите. И как будто вы хотите захватить ребрами колени. Вот так. Хотите как будто захватить, как будто зацепиться. Дышите здесь. Вдох. Выдох. А теперь вдох. А с выдохом выпрямляем ноги. А спина остается у нас вытянута. Спина лежит на животе. Выпрямляем их ровно настолько, насколько позволяет тело. Возможно, миллиметрик. Но каждый выдох вы чуть-чуть выпрямляете ноги. И поверьте мне, за несколько месяцев ежедневной такой работы, Конечно, в комплексе с другими упражнениями, вы можете дойти вот до такого. Я это видела не раз в своей практике. И высшим в том положении, в котором вы остались. Здесь у нас удлиняется позвоночник. Получает питание каждый межпозвонковый диск. Представляете, он в шоке. Растягивает это расстояние между позвонками. И туда приливает кровь, приливает жидкость. Столько полезностей в этой позе. Дышите плечи вниз. Спина ровно. Еще один медленный цикл дыхания. Вдох медленный. Медленный выдох. И вдох. Выходим из положения. И сейчас я покажу вам скрутку. Те, у кого есть грыжи. Знаю, что вы боитесь выполнять скрутки. И это абсолютно нормально. Потому что первое, что говорят исключать при грыжах, это скрутки. Но если вы вообще никогда не двигаетесь в своей жизни вот в этих направлениях, то это очень плохо. Потому что ваши позвонки и ваши межпозвонковые диски не получают достаточного питания. Наше тело, каждая наша часть тела должна двигаться в тех плоскостях, в которых она предназначена двигаться. И если ваше тело двигается, ваши позвонки только вперед-назад, только в этих плоскостях, во фронтальной, в латеральной, и никогда нет скрутки, никогда нет ротации, то проблемы будут только усугубляться. Поэтому я вам сейчас покажу, как делать скрутку для вас абсолютно безопасно. Сейчас покажу, как делать именно для тех, у кого есть грыжи и какие-то протрузии, проблемы в позвоночнике. А дальше покажу для остальных. Ну, давайте все вместе сделаем. Правая нога, носочек на себя, вдох. Левая стопа за правое колено. И сейчас вытягиваемся вверх. Возьмите левое колено в руку и постарайтесь вытянуться. Зная, что особенно мужчинам это дается тяжело, потому что спина скругляется. Ну, по максимуму вытянитесь, а затем даже вытянитесь вверх за руками. Здесь вдох. И здесь же выдох. А теперь на вдохе правый локоть за левое колено. Или просто на левое колено. И смотрим влево как можно дальше на вдохе. Вдох, вдох, вдох. Но не делаем вот так вот сопротивление. Так не делаем. Просто пытаемся повернуться за счет мышц на вдохе как можно дальше. И смотрим далеко. И вы здесь дышите. Три цикла дыхания. Почему это абсолютно безопасно и полезно. Необходимо для тех, у кого есть грыжи, протрузии. А здесь мы делаем на вдохе. На вдохе наш позвоночник удлиняется сам по себе. Так мы устроены. Потому что расширяется пространство. И на длинном позвоночнике, на вытянутом. Еще и после пащемотонации. Не делая это резко. Делая это медленно. Мы только исцеляем все наши проблемы. И здесь дышите. Дышите так же снизу вверх, как я вас учила. Вдох снизу вверх. И выдох тоже снизу вверх. Продолжайте дышать. Три цикла дыхания. А как делаем мы, те, кто не имеет проблем с позвоночником, нету грыж? Мы делаем это вот так. Вдох, вытяжение, выдох, правый локоть, за левое колено. И на выдохе скрутка. Почему на выдохе? Потому что можем уйти дальше. Потому что амплитуда движения дальше. Потому что здесь у нас тоже все прорабатывается. Органы тоже получают много плюсов. Система детоксикации. Билиарная система. Печень, желчный. Все мягко массируется. Это воведение токсинов. Это работа всех наших внутренних органов. ЖКТ. Это улучшенное пищеварение. Именно на выдохе эти бонусы мы получаем. И здесь тоже дышим. Вдох снизу вверх. Ниже вата надувается. Верх живота. Грудной отдел. А затем снизу вверх выдох. Вдох. Выходим. Берем колени. Вытягиваемся вверх. Выдох. Скруглим спину. Помните, как мы делали кошка-корова на четвереньках? Вот это то же самое. Кошка-корова сидя. Сидя. Мы также удлиняем позвоночник. Вдох. Опять вверх тянемся. И меняем просто сторону. Левая нога выпрямляется. Правая нога за левое колено. Тянемся вверх за руками. Вдох-выдох. И, пожалуйста, свой вариант. Если у вас есть грыжа, вы на вдохе левый локоть за правое колено. И смотрите как можно дальше. И дышите. Три цикла дыхания. На вдохе скрутка. Если нет никаких противопоказаний. Вдох-выдох. Снизу-вверх. Выдох. И полностью-полностью выдохните весь воздух. И уйдите еще дальше. Три цикла дыхания. Вдох. Снизу-вверх. Выдох. Снизу-вверх. Правой рукой толкаем себя. Тянемся вверх. Больше за макушкой. Вытягиваем позвоночник. Еще вдох. Снизу-вверх. Выдох. Снизу-вверх. И последний цикл дыхания. Возвращаемся. Хорошо. Берем себя за колени. Вытягиваемся вверх. Вдох. Выдох. Скруглить спину. И еще разочек. Вдох. Вытянулись. Выдох. Скруглили спину. Хорошо. Со вдохом руки через стороны вверх. Выдох. Руки перед грудью. Просто поблагодарите себя за это занятие. Почувствуйте свое тело. Пожалуйста, напишите мне, если вам это было полезно. И вы хотите продолжение. Вы хотите второй урок для начинающих. Я сниму, если будет отклик. Мы с вами провели вместе целых полчаса. Но я занимаюсь ежедневно 10-15 минут. Для того, чтобы быть здоровой. Чтобы не было никаких болей в теле. Ни в шее, ни в спине. Для профилактики холки. Для красивого тела. Если вы хотите узнать, что же за система, по которой занимаюсь я. И занимается уже множество женщин со мной. Переходите по ссылке под этим видео. И смотрите бесплатный мастер-класс. На мастер-классе вы получите также от меня 3 подарочных гайда. Приходите, буду вас ждать. С вами была Оксана Рогелин. Если вы еще не подписаны, подпишитесь. Будут выходить еще уроки для начинающих, для продолжающих. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok